Здравствуйте, мои дорогие товарищи зрители, с вами сегодня Тури. Ну что ж, настало время поднять ту тему, о которой нужно было поговорить. Про противоминный калибр в обновлении 13.3. Да, мы ждали этого долго, да, мы этого ждали очень долго, потому что действительно, после того, как на европейском сервере побафали ПМК у крейсеров, явно стало не хватать того же самого и у нас. И, о чудо, наконец-то это случилось. Но на самом деле, так ли прям это баф или это ребаланс? И настолько ли он силен и вообще в принципе полезен? Давайте, друзья, это обсудим, потому что это важный вопрос. Да, есть определенное количество кораблей, которым бы не помешал баф противоминного калибра. Безусловно, это Наполи, безусловно, это тот же Микеланджело и, собственно, кто еще? Давайте посмотрим. В реальности крейсеры пользуются противоминным калибром приблизительно никогда, потому что, в принципе, он, казалось бы, в игре у нас особо и не играбелен на крейсерах. Но если бы он был играбелен, то кто бы смог им пользоваться? Безусловно, не секрет, а может быть секрет для некоторых, что повышенную точность, а, соответственно, повышенную пользу от противоминного калибра имеют только, правильно, только немецкие крейсеры. Все остальные никаких особых бафов к противоминному калибру и не имеют у них. Да, увеличится дальность стрельбы, но она все равно будет весьма такое себе по точности и, соответственно, по нанесению урона. Так на самом деле, кому больше всех будет это полезно, кроме этих двух итальянцев? Это, безусловно, Шрёдер, который в свое время строился на верфи, но этих кораблей не так уж и много у нас в игре по-хорошему, потому что немногие строили и, более того, немногие его юзают. Да, безусловно, он встречается и в рангах и так далее, и все владельцы Шрёдера такие У-у-у, класс, здорово. А все остальные? Ну, может быть, владельцы Агира и Зигфрида тоже могут порадоваться, потому что у них вырастет дальность противоминного калибра и, соответственно, это дополнительный прирост в дамаге. Но, честно говоря, на больших крейсерах не всегда ты воюешь в ближнем бою, и проблема-то не в противоминном калибре, а то, что больно, это все-таки не линкор. Ну и также кто порадуется? Шиль, наверное, ему по МКшке здесь определенно не хватало, и... А я вот смотрю, наверное, только по-хорошему Граф Шпе, если у кого-то еще остались эти корабли, тоже будет рад бафу. Все остальные, в принципе, не сказать, что пользуются этим противоминным калибром. Да, безусловно, можно поставить улучшенную противоминку на любой корабль, хочешь, ставь на, не знаю, на Пуэрто-Рико. Ну, то есть нужен какой-то тяжелый мощный корабль, который будет жить в ближнем бою. Возможно, это будет даже Петропавловск, черт возьми. Ну, а если не Петропавловск, то может быть Новосибирск. На этих кораблях мы тоже испробуем наш улучшенный противоминный калибр. Но это будет сегодня у нас вечером на стриме. Заходи, кстати, к нам сегодня на стрим. В 8 часов будет большой крейсерский противоминный стрим. Мы также разыграем 10 тысяч дублонов и всякое такое. Ну, в общем, в пятницу в 8 вечером, как всегда. Да, не будем отвлекаться. Сегодня мы попробуем Наполе. Безусловно, это самый популярный корабль с ПМК, который используется. Я имею в виду крейсер. И давайте взглянем, а может быть даже взглянем на наши перки. Почему я сначала сказал, что это, в принципе, не столько баф ПМК, сколько ребаланс? Потому что мы при этом теряем очень важные перки, используя новый противоминный калибр и также особенности корабля. Ну и, конечно, кое-что приобретаем. В первую очередь, обращаю ваше внимание на вот эти раз, два, три перка. Это, собственно, все противоминные перки для крейсеров, которые будут использоваться. Этот перк увеличивает мощность фугасных и бронебойных снарядов, а также дальность стрельбы противоминным калибром. При этом увеличивает дальность засвета на 15%. И обратите внимание, у нас не влезает мастер маскировки в такой сборке. И Наполе, будучи достаточно незаметным крейсером, превращается в весьма и весьма заметный крейсер. Вот я сейчас тут скатал уже на Наполе, но хочу вам по свежим следам, по свежим впечатлениям прокатать. Значит, 13.2. И вот эти два перка, что делают? При учете, что союзников не больше, чем противников, ваша ПМК станет точнее. Ну и, соответственно, все, что было раньше. А этот перк улучшает ваши глубинки, улучшает урон ПМК. Спасибо, кстати, что мы теперь глубинками будем мощнее. Из-за этого придется мочить. И также улучшает ПВО. И плюс к тому, покуда у вас работает ПВО, у вас ускоряется перезарядка вашего снаряжения. Очень полезный, кстати, перк. В том числе, конечно, до итальянских крейсеров. Но получается, что мы с вами потеряли? Тяжелые ББ-снаряды. Ну, на Наполе такое себе не сказать, что очень важная история. Но вот мастер маскировки – это приличная потеря. Маскировки нам здесь будет не хватать. Дальше смотреть сами, что вы здесь берете. Я взял вспомогательное вооружение, потому что хочу посмотреть, именно как будет работать наш противоминный калибр теперь. Дальность нашего ПМК – 11 километров. После ребаланса стрельбы в дымах, Наполе светится на 9 километров, стреляя из дымов. И это хорошо, потому что раньше, по-моему, он светился на 9... А, черт, не помню. Напомните кто-нибудь, пожалуйста. Ну, чуть, по-моему, больше, чем 9 километров. Или что-то в этом же роде. Мы попадаем с вами в фулл десятки. И, в общем-то, три линкора у нас есть в наличии. Пойдемте. Пойдемте, друзья. Покуда мы загружаемся в бой, я хочу вас пригласить подписаться на наш телеграм-канал. Там я выкладываю кучу всего интересного и много чего того, что я не могу показать на ютубе. Это и интересные обзоры, гайды, ну и, конечно, троллем разрабов. Что тут греха таить. Поэтому, если хотите быть в курсе всех новостей, всех секретов игры, а также дополнительных приколов и всякого полезного, заходите к нам в телеграм, у нас весело. Ссылка будет в описании под этим видео. Ну что, отправляемся. Теперь обращаем ваше внимание на то, что при дальности 16.3, при дальности стрельбы у нас нету здесь корректировщика. И обычно мы вроде как бы так незаметненько подкрадываемся с неплохим инвизом к вражеским кораблям. Да, нас засвечивают, но, как правило, в это время уже засвечен кто-нибудь другой. Сейчас это не сработает. Сейчас мы, скорее всего, засветимся первыми. Давайте поздороваемся. И получим первыми какое-то количество урона. То есть, ну, возможно, с другой стороны засветится линкор, а мы все равно до него не достаем. Поэтому здесь надо быть внимательным, как говорится, и осторожным. Поэтому будем прикрываться максимально этим вот замечательным островом, который находится перед нами. Вдоль него пройдем и уже там попробуем как-то взаимодействовать с кораблями противника. Бургонь там, Курферст там, а это значит, что здесь, скорее всего, Огайо. Не самый приятный противник, но Наполе, как вы знаете, очень прочный крейсер. И будет, я надеюсь, хорошо сопротивляться Огайским ПБшкам. Ну, по крайней мере, таков наш расчет на сегодня. Вижу я Наполе, который тоже, кстати, наверное, по мне будет стрелять противоминочкой. И вот мы как раз и поглядим, что там у итальянцев теперь с противоминным калибром. У нас, конечно... Эх, нет, думал, сейчас пройдем мы между островами туда, но потом, понимаю, не, между островами не пойдем. Здесь у нас подлодка, к тому же. Ну, ее нафиг, эту лодку. Давайте, будем сейчас разворачиваться и, сбросив торпеды, начнем наш боевой поход. А давайте остановимся, вот так вот. Остановимся, заюзаем дымы и заловим торпеды от подлодки. Как вам такой замечательный план? А что нам останавливаться? Ну, а можно и не останавливаться, на самом деле. Это я останавливаюсь только с той точки зрения, чтобы мои... Ага, отлично. Чтобы дистанцию разорвать побольше. Ну, боюсь, что Наполе сейчас пистата будет немножко в этой связи. Может быть... Ох, отдает он по мне ББшки, но я, наверное, должен успеть, да, отвернуть. Нормально. 26 попаданий противоминкой. Противоминкой Огайо мы видим. И будем по нему тоже сейчас постреливать. Подлодки, я так понимаю, сейчас в глубинах океана. А еще мы обнаруживаем грозовой вот здесь. А вот это уже интересно. Вот и торпеды, кстати. Вот Онага идут в наше расположение части. Обратите внимание, что мы моментально засвечиваемся. Как только что-то происходит, вот сразу же пидлодка вражеская обнаруживается где-то неподалеку. Сбрасываем в нее все возможные гадости и отворачиваем в сторону противника. Точнее, от противника. Я, кстати, не знаю, кто меня светит. Возможно, что и грозовой отсюда светил. Ой-ой-ой-ой-ой, не хочу. Не хочу. Не надо, пожалуйста, не надо. Нет-нет-нет-нет-нет. И это было не по мне. Ну и слава богу. Отлично. Так, подлодка обнаруживается снова. И мы отдаем ей из тчо немножко бутылочек. Правильно я говорю? Правильно. На бутылек тебе туда же. Грозовой у нас на центре. Так что думаю, что наша цель будет двигаться именно туда. Слава богу, что Огайя не стреляет по мне. Большое ему за это спасибо. Делать здесь нам уже больше нечего. Будем сейчас пытаться обходить. Сзади возвращаться. И, может быть, там ловить грозового. А может быть и нет. В общем, с этой стороны, думаю, что мы сыграли неплохо. А тут просто уж больно много кораблей. Гоняться за одним единственным Огайя. Такой себе смысл. Наша главная задача сейчас не упустить вот этот грозовой. И, да, поможет ли нам... Не знаю, поможет ли нам... Не факт, что нам поможет авианосец. Но, надеюсь, что будет помогать. Помогает вроде бы. Пока. И мы сейчас с вами попробуем его тоже пригреть немножко. У нас все-таки есть здесь противоминка, которая должна сработать по эсминцам. Она должна бить очень-очень жестко. Да, обращаем внимание нашего авиаковода. Он красавчик. Работает. И пошла жара. Все, что можно, полетело в сторону грозовому. Очень ему будет, конечно, здесь некомфортно. Если он будет... Ну, пока наша ПМК пристреляется. Пока ему не удается этого сделать. Но я надеюсь, что в скорости мы с вами это сделаем. И ПМК будет уже хорошенько наносить ему урон. Я, кстати, не знаю. По идее, только смена цели должна сбивать точность нашего противоминного калибра. А вот если он отсвечивается, по идее, вроде ничего такого не должно происходить. Вроде не планирует отпускать его Эмельман. Но грозовой, к сожалению, ушел в дымы. Ну и надо бы добрать его, конечно. Он уж там сейчас отхилится. Эх, товарищ авиаковод. Мне кажется, он, наверное, хочет зайти сбоку. Там еще К1 его преследует. В общем, нормально все. Нормально. Наши работают. Молодцы. Авик вообще красавчик. Можно ему прямо сейчас лайк поставить. Хорошо он играет. Нет, достойно. Ну, пожалуйста. Та-та-та-та-там. В итоге, получается, кстати, мы отпустили Огайо. И он убежал. Как-то ни странно. Обидно, конечно, получается. Главное, чтобы сейчас грозовой мне торпеда не прокинул в спину. Это было бы очень обидно. Ну, окей. Я так понимаю, что... Вон он. Попаду уже туда, к сожалению. Ну, ничего страшного. Мы сейчас потихонечку, товарищи Грозового, должны уже подразобрать. Дистанция нам позволяет. Заодно, может быть, успеем сейчас еще выстрелить и вот в этого Курфюрста. По идее, почему бы и нет. Так, Грозовой уходит сейчас прям всеми возможными путями. Но мы будем его гонять. Эмельман, кстати, без проблем может попасть по нему и торпедой. Если ему повезет. Повезло. Отлично. Итак, мы с вами продолжаем наш творческий путь. И впереди у нас... Впереди у нас вот что. У нас там есть подлодка спереди. У нас там есть подлодка спереди. А, и тромб. Но подлодка утонула, его Ямато затопил. Поэтому я думаю, что... В этом плане все должно быть более-менее неплохо. Куда пойдет, интересно, товарищ Бургунь? Неизвестно. Интересно. Интересно. Так, давайте с вами сейчас попробуем. Давайте с вами сейчас попробуем. Ага. Вот оно как пошло. Сейчас РЛСку от Москвы я как раз именно хотел и паснуть. Ну и таким образом мы с вами сейчас выйдем в удачные позиции на вражескую Бургунь. Ну, по крайней мере, я так надеюсь, что эта позиция будет удачной в перспективе. А здесь мы с вами перспективно поймаем вражескую Москву. Или не поймаем. Посмотрим. Я все жду окончания РЛСки. И мы тогда уже сможем честно сдавать наши дымульки. Я думаю, кстати, мы сможем сдавать уже и... Ага, Москву не поймаем. Понял. Ну, тогда сдаем дымы. Да? Да. Отличный план, я считаю. Мы сдаем дымочки. И... Замечательно. Мальта по нам собирается отстреляться. Ну, что ж. Удачи, счастья, хорошего настроения. А вот и не попадешь. Ты по мне здесь. Очень бы хотелось, конечно, обнаружить вражеского здесь Гинденбурга. Но получается, что нет. Не увижу я его. Но комфортно мы здесь проходим. Мне очень нравится, как мы вышли из этой ситуации. Очень красивый такой мув с нашей стороны. 15 секунд еще будем мы с вами вне засвета. Не видит нас вражей. Не видит нас вражей линкор. И давайте успеем по нему отстреляться и уйти за остров. Вот такие планы. По-моему, норм. Так. А тем временем, кстати, Москва собирается подойти у нас с той стороны. И мы можем этому противодействовать, я считаю. И может быть даже весьма успешно. Сейчас попробуем. Так. Что там у Москвы? А Москва не хочет заходить. Ну и не надо. Не будем настаивать. Стоит вражеский Гинденбург. Отдаем по нему залп. Заодно сейчас на Бургонь поставим фокус нашего с вами противоминного противомина. И убегаем дальше от товарища Бургоня. Товарищ Бургонь. Убегаем? Убегаем. И у него ПМК работает. И у меня ПМК работает. Все мы ПМКшем по самой неболуси. Еще одну цитадель пробиваем к Гинденбургу. Он, наверное, уже должен начать что-то подозревать. Но пока вроде бы нет. ПМК работает исправно. И увеличение дальности мне понравилось. Мне, в общем, приятно и комфортно теперь с этим жить. Посмотрим, что мы здесь сумеем сделать вот в такой вот ситуации. Сможем ли мы развернуться и дать еще немного урона. 83 попадания нашего с вами противоминного калибра. Комфортненько мы стреляем. Но я, знаете, не сказал бы, что что-то прям такое происходит. Чего обычно не происходит на нашей с вами Наполе. И, в общем-то, достаточно обычный бой. И каких-то супер бонусов от противоминного калибра я не наблюдаю. Но мы потом посмотрим на дамагу. Мы, безусловно, постреляли по самым разным товарищам разных размеров. И поэтому думаю, что какое-то количество дамаги наш противоминный калибр должен дать. Плюс к тому мы бафаем наше ПВО. За счет того, что у нас увеличивается... Ну, перки дополнительно бафают ПВО. И это дополнительный бонус в плане фарма и опыта, безусловно, для нашего корабля. У Мальты достаточно медленные торпеды. Не знаю, попадет в меня, не попадет. Мне, скорее, неохота отвлекаться. Сейчас, я думаю, что может и не попасть. Но может и попасть. Да, попадет, наверное. Но не очень сильно. Да, попадет, но без того самого. Без того, чего надо. Догоняем Бургонь. И сейчас будем на правый борт лупить по Мальте. Будем лупить бронебойными снарядами. Скоро, кстати, будут доставать наши ПМК-хи до нее. Поэтому об этом тоже стоит помнить. Сдаем дымы. Почему? Потому что можем. Отличные дымы. Давно таких классных дымов я не делал. Да. Печальный случай, что их нельзя выключить. Да, никак дымы не выключишь. И это спасает Мальту. Прям такой конкретнейший просто фейспалм. Да уж. Ну ладно, Мальта достаточно близко отказалась. Мне повезло здесь. Ох, это просто фейспалм из фейспалмов, честно говоря. Работает противоминка дальше. Может быть, кстати... Да нет, наверное, по Бургоню мы не успеем уже что-либо заюзать. Забираем... Да, Бургонь уже сейчас, скорее всего, отъедет. Забираем мы АВИК. И 158 тысяч урона. Хороший, впечатляющий. Я бы даже сказал, в принципе, показатель. Бургонь расстреливают наши маленькие товарищи. И Мельман сейчас пристроит ему торпеду. Максимум, что мы успеем, наверное, захватить точку. Я думаю, что это первое место в этом бою за счет того, что мы точки понабирали и самолетов позбивали. Но стоп попаданий по МК сделать не удалось. О, Бургонь, кстати, пошла хилиться. Отхилиться или нет, не знаю. Хилиться, да? Отлично. Ну что ж, это нам на руку, как говорится. Ну и Мельмана остается два. Не успели торпедоносцы. Не успеваем мы, к сожалению. Но ничего страшного. Свое дело мы здесь, безусловно, сделали. Давайте подводить итоги, насколько ПМК стало интересней и мощнее. 8 цитаделей и 98 попаданий против минным калибров. Второе, кстати, место. Ямат сыграл получше, но он там завалил плоскодонного. А это он молодец. 32 тысячи урона при помощи противоминного калибра. Ничего такого, особенно нового, наверное, вот в этом конкретном бою наша ПМК с вами не сделала. Точнее, не сделал. Вот. Но этот тест такой, знаете ли, квадратный конь в вакууме. Поэтому приходите сегодня вечером. Будем продолжать тестирование. Пока все выглядит любопытно. Я доволен. Напишите, что вы думаете в комментариях. С вами Сенитурия. Увидимся. До новых встреч. И пока-пока.